Пацаны, я вам обещал подогнать пиздатого продавца монет. Так вот он, Роман Куцов. У его монет самый низкий курс на рынке, и вы такого еще не видели. Еще раз повторяю, Роман Куцов. Все ссылки находятся в описании. Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс, и сегодня мы с вами выберем вторую пятерку лучших фиферов-футболистов. Если вы не видели первый топ, то переходите по ссылке в описании и смотрите первую пятерку фиферов, в которую вошли Гера, Костя, Сергей, Коля и Андрей. Хочу напомнить, что за всех участников топа вы голосовали в моей группе ВКонтакте, и если вы не согласны с результатами голосования, то обязательно подписывайтесь на группу и принимайте участие в следующих опросах. Ну что ж, пора начинать. И на пятой строчке нашего топа сегодня оказались сразу три человека, которые представляют два канала. Финита Бродкаст и Тудротс. Всем привет, наконец-то мы встретились. Оба канала только в этом году начали снимать футбольные челленджи, хотя неправильно. Снимать начали Тудротсы, а Финита стал появляться в челленджах на других каналах. А на свой канал он подобные ролики не заливает. Бывший голкипер, да-да, если вы не в курсе, то знайте, что Финита начинал свое знакомство с реальным футболом на позиции вратаря. Так вот, Никита после переезда в Москву стал активно посещать сходки и показывать, на что он способен. И теперь зрители и подписчики могут оценивать неплохой поставленный удар Финита и умение придавать мячу классное вращение. Что же касается ребят из Чебураши ТВ, то они в одном из своих первых роликов устроили кроссбар против Смолова и Мамаева, где стало понятно, что ребята пытаются в большей степени рассмешить зрителя, чем похвастаться своим мастерством. Это в дальнейшем подтвердили челленджи с Миллером и Пандой. Самураи и Финита делят пятую строчку топа. На четвертое место вы поставили Сергея Креатива и, скорее всего, ваш выбор ознаменован тем фактом, что Сергей бывший игрок клуба Динамо Таллин, и многие его считают профессиональным игроком. Хотя, как вы понимаете, это не так. Играл Сергей за этот титулованный клуб в период с 2010 по 2013 год, когда команда находилась в нижних дивизионах Эстонии и теряла профессиональный статус. На канале Креатива отсутствуют ролики на тематику реального футбола, так что его мастерство приходится оценивать по некоторым нарезкам из игр. Из них становится понятно, что Сергей обладает неплохой скоростью и владеет дриблингом. Сергей Лифанов занимает четвертое место во второй пятерке фиферов-футболистов. Ну а третий сегодня ваш любимчик Гена Миллер. С Дэрой, чуваки, и этот день настал. С Геной все еще сложнее, чем с Креативом. Насколько вы все знаете, Миллер не играл в футбол на высоком уровне, но зато занимался футбольным фристайлом. Поэтому у него все в порядке с техникой, но вот удары иногда вообще получаются какими-то смешными. Впрочем, Гена позиционирует себя именно так, и все его челленджи отличаются креативным подходом и угарным юмором. Чего только стоят сейвы Гены в костюме Пикачу. Миллер сегодня по достоинству занимает третье место. Всем привет, ребят, с вами Гудмакс, и сегодня у нас будет кроссбар-челлендж. Совсем немного проиграл победитель у сегодняшнего топа человек-оркестр Гудмакс, который занял второе место. Такс, такс, такс! Для тех, кто не в курсе, Максим всю жизнь играл на позиции страйкера, в том числе, когда занимался профессионально. Ну а сейчас, как и многие, стал играть ниже, на позиции ЦАПа или ЦП. Но для него это не проблема, так как у Макса великолепно развито чувство партнера и отточена передача. Ну а главной фишкой Гути является его пушечный удар, который он может нанести даже пяткой. Максим Гути занимает второе место нашего топа. А победителем сегодня стал Дима Фаворит, оправдав свой никнейм. Хотя, конечно, вы голосовали за Дмитрия не из-за его ника, а потому что он очень техничный парень и всегда старается по полной выложиться на футбольных сходках. Фактически, по словам фаворита, его можно назвать самоучкой, так как он никогда не занимался футболом на высоком уровне. А в футбольной академии Тамбова пробыл всего полгода. Играть в футбол Дима начал с пятого класса и в основном на позиции защитника, несмотря на его не самый выдающийся рост. Но зато со скоростью у него полный порядок. Ну а дальше, как часто бывает, травмы не дали продолжить заниматься на уровне. Но за недолгое время Дима сумел завоевать несколько медалей в школе, а также занимал вторые и третьи места в любительских лигах. Дмитрий Герасимов становится победителем нашего топа и награждается званием капитана второй пятерки фиферов-футболистов. Вот такая у нас получилась вторая пятерка футболистов в команде фиферов. Еще раз напоминаю вам, что следует подписаться на паблик, где проходят все голосования, а также поставить лайк под этим роликом. И после того, как мы наберем по традиции 2000 лайков, мы с вами попробуем собрать третью пятерку фиферов-футболистов. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о топе в комментариях. До скорых встреч. Всем пока.